В Первой Мафии погибает много разных персонажей и при разных обстоятельствах. Сегодня я хотел бы глянуть и освежить воспоминания о положительных погибших персонажах Первой Мафии, либо тех, кто какое-то время занимал положение союзника по отношению к главному герою. Первый такой персонаж – Карла. По сути, эпизодический персонаж – водитель Дона. Он притворяется больным, а на деле сдаёт информацию о местоположении своего Дона Сальери, которого хотели убить. Но не вышло. После Карла был убит во дворе своего дома, прям в труханах. Второй персонаж – Мишель. Тоже практически эпизодический персонаж, но приходится лучшей подруга девушки-героя. И хоть для сюжета и нас это не важно, однако, вероятнее всего, именно в личной жизни парочки главного героя роль подруги была важна. Сначала в 1932 году она рассказывает информацию о семье Сальери, своему брату, из-за чего ту хотят убить. Но великодушный Томми говорит «Я прощаю тебя». И отпускает. Позже она была убита в неизвестных обстоятельствах, даже неизвестен год. Можно сказать, что 1938. Отнюдь это может иметь место быть, лишь как предположение, ибо мы только узнаём об этом в 1938. А так семья могла втихую грохнуть её и умалчивать об этом. То же самое касается Фрэнка, но того хотели вальнуть за предательство уже в 1933. Ладно, прощаю! А так все обстоятельства схожи, разве что предал он из-за шантажа родными со стороны полиции. Герой являлся не подружкой девушки, а другом, коллегой высшей по званию и небольшим наставником. Поли Ломбарда в 1938 году устал от разборок и быть на подсосе у Сальери. Потому решил провернуть ограбление банка, чтобы разбогатеть и заняться своим легальным бизнесом. Идея прогорела, Дон обо всём узнал. И на следующий день, по окончанию ограбления, Поли валялся мёртвый у себя в квартире. В тот же день погибает Сэм Тропани, да только уже по обратной причине. В виде излишней преданности семье. Убивая не только Поли, но и пытаясь убить Томми. Но пацанчик ловкий и хорошо обороняется, убивая Сэма. Последний погибает Томми Анджело, герой всей истории, в 1951 году. В 1938 он сдаёт всю семью с потрохами полиции. И живя под программой защиты свидетелей, ни о чём не подозревая у своего домика. Как однажды его вольнули за события 13-летней давности. Был убит из обреза, подъехавшим членом мафии. Вот такие интересные смерти у нашего похоронного бюро с Алиэкспресса получились.